Многие элементы меняют свою функциональность от версии к версии. Так, например, в каждой версии меняется меню и панель инструментов. Но основные принципы остаются. И это видео предлагает обзор основных элементов без углубленного их рассмотрения. К основным элементам мы можем отнести заголовок окна, главное меню, панели инструментов, однострочную панель, боковую панель, строку состояния, рабочую область, контекстное меню, горячие клавиши, ленту, заголовок окна. Заголовок окна в большей степени определяется вашей операционной системой и ее настройками. Для моей среды рабочего стола характерно следующее расположение слева направо. Иконка приложения, либо Ройфс Райтер, это же меню окна. Иконка функции закрепления окна поверх всех окон. Имя файла, название приложения, стандартные кнопки управления окном. Отдельного внимания заслуживает имя файла. Когда мы создаем новый документ, имя файла дается автоматически и не имеет расширения до момента сохранения. После сохранения, или при открытии уже существующего файла, будет присутствовать расширение. Заполнитель для имени файла зависит от языка интерфейса, либо РОфис и наглухо вшит, и не может быть изменен без пересборки приложения. Главное меню окна представляет доступ ко всему функционалу приложений, и для удобства разделено на пункты, которые содержат соответствующие элементы. Чаще всего, хотя и не всегда, понимая, что выполняет необходимый функционал, можно найти в каком разделе меню он находится. В версии 5.4 всего 10 пунктов. Файл, правка, вид, вставка, формат, стили, таблица, сервис, окно, справка. И, например, если мы хотим работать с файлом на уровне файловой системы, то мы пойдем в файл, и здесь можно найти сохранить, экспорт, печать. Если нам необходима какая-то дополнительная информация, то это справка, и здесь мы найдем справочную информацию, информацию о Либер Офис. В версии 6.0 появится дополнительный пункт главного меню форма, который вынесен из пункта вставка. Этот пункт будет содержать элементы формы и служить для быстрого доступа к ним при создании PDF файлов с формами. Меню имеет возможность быстрого доступа. Для этого необходимо нажать клавишу Alt и клавишу с подчеркнутой буквой в названии пункта меню. Это удобно, когда пункт меню не вынесен на панель инструментов, но не хочет отрывать руки от клавиатуры. Для выхода из меню можно использовать клавишу Escape. Быстрый доступ зависит от раскладки клавиатуры. И, например, если установлен русский интерфейс приложения, то в английской раскладке пункты не будут доступны. Также перемещение по меню возможно при помощи стрелок. Если есть необходимость настроить меню, это можно сделать пройдя сервис, настройки и на вкладке меню. Можно выбрать пункт меню и отредактировать его по своему усмотрению. Панели инструментов Панели инструментов предназначены для быстрого доступа к часто используемым функциям. На сегодняшний день в LibreOffice Writer по умолчанию доступна 31 панель инструментов. Большинство панелей инструментов появляются и исчезают в зависимости от контекста элемента, с которым мы работаем. Но они могут быть включены и отключены принудительно. Для панели инструментов в LibreOffice существует большое количество тем иконок. В стандартной версии от TDF поставляется 7 наборов. Но на просторах интернета можно найти другие наборы, как стилизованные под определенные операционные системы и приложения, например, под Microsoft Office, так и просто измененные наборы стандартных значков. Панели инструментов могут быть перемещены в главном окне, а также они могут прикрепляться к красным сторонам окна. Положение при этом запоминается и при следующем использовании панель появится на закрепленном месте. Для принудительного отключения и включения панели инструментов можно воспользоваться пунктом меню Вид панели инструментов. Убрать панели можно также, если вытащить из слота, в котором она сидит, чтобы она стала окном, и закрыть, как обычное диалоговое окно. Настройка панели инструментов, а также их создание, производится на вкладке панели инструментов. Меню сервис, настройка. Вскрыть кнопки можно также через контекстное меню. Щелкните правой клавишей мыши на панели и пройдите в пункт Показать кнопки. Однострочная панель. Однострочная панель это просто панель инструментов, на которой был собран самый используемый, по мнению наших дизайнеров, функционал. Она не блокирует появление контекстных панелей инструментов или принудительное включение вообще любой панели. Настройка однострочной панели производится так же, как и обычной. Боковая панель. Боковая панель на сегодняшний день стала неотъемлемой частью практически во всех модулях LibreOffice. В настоящее время происходит переход встроенных окон на переключение на соответствующий раздел боковой панели. В старых версиях боковая панель отключена. Для ее включения нужно выбрать соответствующий пункт меню Вид. LibreOffice 5.4 это пункт Вид. Разметка панели. Боковая панель. По умолчанию у боковой панели есть пять вкладок. Свойства. Страница. Стили. Галерея. Навигатор. Если подключить экспериментальные возможности, сервис, параметры, расширенные возможности, поставить флажок, включить экспериментальные возможности, нестабильные, то появится еще два дополнительных пункта. Управление изменениями и дизайнер. Настроить боковую панель под себя можно, но это требует сторонних программ и пересборки пакета LibreOffice. Строка состояния. Строка состояния находится в самом низу приложения и содержит служебные элементы. Слева направо. Первое. Номер страницы, на который открыт документ из всего количества страниц. Второе. При отсутствии выделенного текста показывают количество слов и символов в документе. При выделенном тексте показывают количество слов и символов в выделенном фрагменте. Третье. Указывают текущий стиль страницы. Четвертое. Указывает язык проверки орфографии для текущего элемента. Пятое. Позволяет быстро поменять способ выделения элементов документа. Шестое. Указывает был ли изменен документ. Для быстрого сохранения можно щелкнуть левой кнопкой мыши по значку. Седьмое. Представляет информацию о выделенном объекте. Восьмое. Позволяет быстро поменять отображение документа, при этом масштаб не меняется. Девятое. Масштабирование вида документа. Последний пункт показывает текущий масштаб документа. Рабочая область. Рабочая область содержит сам текстовый документ со всеми его элементами. Панели прокрутки и линейки. Вид документа можно менять в меню вид. Доступны два вида. Обычный и капвейт страница. Полосы прокрутки и линейки могут быть убраны в меню вид, полосы прокрутки, линейки. Есть возможность также показать сетку в рабочей области и направляющую при перемещении объекта. Контекстное меню. Чаще всего контекстное меню взывается при помощи нажатия правой кнопкой мыши. При этом каждому элементу в документе или интерфейсе может соответствовать свое меню. Некоторые элементы не имеют контекстного меню, например, боковая панель или лента. Быстрый доступ к контекстному меню осуществляется через клавишу контекстного меню, находится между правыми Alt и Ctrl. При этом меню вызывается не там, где находится курсор мыши, а в рабочей области, на месте текстового курсора, выделенного объекта или на панелях, где было выполнено выделение. Например, если есть активное выделение на странице стиле на боковой панели. Настройка контекстного меню выполняется на вкладке контекстного меню окна настройка, которое можно выполнить, пройдя сервис настройка. Горячие клавиши. Горячие клавиши могут помочь упростить и ускорить работу. Знание их часто может помочь меньше отвлекаться от основных задач. В LibreOffice Writer есть большое количество предустановленных комбинаций, но есть возможность изменить предустановленные и назначить свои. В том числе и на выполнение макросов и присвоение стилей. Так же, как говорилось выше, меню может быть доступно по быстрым клавишам через Alt. Горячие клавиши, кроме доступа к меню, не зависят от раскладки клавиатуры. Лента. В текущей версии LibreOffice Writer стала доступна новая, пока еще экспериментальная возможность для быстрого доступа к часто используемым функциям. Для того, чтобы ее включить, нужно пройти сервис, параметры, расширенные возможности, поставить флажок на пункте включить экспериментальные возможности, нестабильные. А затем в меню вид, разметка панели, лента. На сегодняшний день для LibreOffice Writer доступно 5 вариантов лент. Контекстные группы Контекстные одинарные Вкладки Групповая полная Групповая компактная Несмотря на то, что лента должна заменить собой другие элементы интерфейса, например, панели инструментов или боковую панель, этого не происходит. В тех случаях, когда необходим быстрый доступ к дополнительному функционалу, будут появляться контекстные панели. Появляющиеся контекстные вкладки пока не реализованы, контекстные области тоже не реализованы. Также не реализован быстрый доступ к элементам ленты через клавишу Alt. Главное меню может быть скрыто, но его можно и оставить. Кроме того, лента реализована не для всех модулей LibreOffice, поэтому часто будет появляться классический вид приложения, например, при вставке диаграмм. Для ленты возможна только одна настройка – настройка быстрых действий. Сделать это можно через сервис настройки. Перейти на вкладку панели инструментов и в выпадающем списке выбрать комбинации клавиш ленты. В ближайших версиях будет исправлено на быстрый доступ лента. Присоединяйтесь к сообществу LibreOffice. Заходите на наш форум, заходите в нашу вики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.